Всем привет! Сегодня хочу рассказать про охлаждение луковиц. Я так понимаю, не все знают, зачем вообще нужно охлаждать тюльпаны, какая разница между 5-градусной и 9-градусной системой охлаждения. Сейчас в двух словах попытаюсь объяснить. В общем, смотрите. Во время охлаждения луковицы происходит процесс переработки накопленного за лето крахмала в сахар. И за счет этого сахара и будет происходить рост тюльпана. Оптимальная температура для переработки крахмала в сахар это 4-5 градусов, поэтому система и называется 5-градусная. Можно, конечно, держать там и от 1 до 10 градусов, но, соответственно, сроки охлаждения могут растянуться, а весь крахмал, который не успеет перейти в сахар, просто не будет использоваться во время роста. И луковица получится недоохлажденная, соответственно, может повлиять на качество выгонки. Сейчас покажу свой холодильник. Я сейчас держу... Ну-ну-ну... Мутный... Мутный глаз. Я сейчас держу 3 градуса в холодильнике. Изначально ставил, было чуть больше 5-5-6, потом постепенно стал понижать, чтобы не так сильно прорастала луковица. Вентилятор вон оттуда, отсюда дует. Итак, 5-градусная система – это охлаждение неукорененной луковицы в холодильниках. А 9-ти градусная система – это охлаждение уже укорененной луковицы прямо в грунте. Но я 9-ти градусную систему ни разу не использовал, поэтому ничего про нее сказать не могу. Как вы видите, сварил стеллажи, посчитал, что немножко не помещается, а площади теплицы не хватает. Поэтому сварил стеллажи для второго яруса. Вот так стоит лоток. Два ряда. И тут буду сажать. Досвечивать ничего не буду. Кто-то говорит про досветку, досвечивает тюльпан. Но я считаю, что это глупости. Много людей знают, кто выращивает. Никто тюльпан не досвечивает. Единственное, его можно досвечивать, если в подвалах, в гаражах выращивают. В теплице тюльпан досвечивать не надо. Даже если он растет в два яруса. Про вентиляторы хочу сказать. Ну, а вентиляторы в теплице обязательно. У меня много вентиляторов. Не очень большие. Он наверху. Тут тоже дует прилично. Это вентиляторы от кондиционеров, от агрегатов, от холодильника. Во-первых, когда включаешь вентилятор, сразу температура повышается на пару градусов. Вот я включил. Сейчас разгонится. Тихо. Давайте зайдем еще раз в котельню. В тот раз забыл показать. Насосы. Обязательно, я считаю, нужно два насоса. Параллельно у меня они стоят. То, что если вдруг какая беда случится с насосом, можно использовать второй. У меня в том году насос встал один, и у меня началась паника. Несмотря на то, что у меня был второй запасной. Все равно с одним насосом остался, было страшновато. Я разобрал по-быстренькому насос, здесь вот валик толкнул, и все. И он заработал. И я успокоился. Хотел немножко рассказать о конструкции теплицы. В общем, сделана она из дуги. Из 50-й трубы. Отдавал я ее гнуть на металлобазу. Там огромный трубогиб был. Вот они мне прокатали там трубы. Когда я начал строить вторую теплицу, на этой металлобазе этого трубогиба уже не оказалось. Они продали, был не востребован. Поэтому он нигде не смог найти по городу, где могут прокатать такую толстую трубу. И новую теплицу пришлось строить из профильных труб. Чуть позже покажу. Пришлось варить фермы. Мне даже больше понравилось с фермами, потому что нет вот этих центральных столбов, которые уже просто задолбали. Очень мешаются на самом деле ходить. Особенно после того, как я наварил эти ряды второго яруса. Ходить будет, конечно, неудобно. То есть, а там фермы нагрузку выдерживают хорошую верхнюю. Вот так вот сделано. Пленку к теплице креплю специальным крепежом. Сейчас покажу вам его. Вот такой вот кусочек профиля. Прикручиваю его к дуге. Потом пленка, ну это пакет обычный. И зажимается такой рейкой. Сейчас покажу на теплице потом. И прикручивается. Дыряю пленку. Вот как выглядит этот крепеж на теплице. Место прилегания пленки к другим аркам, на которых нет крепежа, вот видно, проклеено специальным таким вот дихтунсбанд, чтобы пленка не протиралась, об металл. Вот новая теплица. Арки фермы. Нету центральных столбов. Значительно удобнее. Сейчас покажу, из чего сделаны эти арки. Из какой профильной трубы. Не очень хорошо видно. Внутренняя 25 на 25. Наружняя 25 на 40. И к ней как раз крепится вот этот профиль для крепления пленки, который защелкивается потом. А вот эта арка прилегает, просто проклеена вот этот дихтунсбанд, чтобы не протиралась. Крепежа чуть-чуть не хватило вот этого, который у меня был. Пришлось докупать нового. Сейчас вам покажу, как он выглядит. Зигзаг. Докупил на одну арку, не хватило крепеша, купил зигзаг профиль. Вот нехвативший крепеж, не хватило. Вот зигзаг. Также профиль прикручивается, но пленка зажимается уже такой пружинкой. Длина дуги в этой теплице составляет 11 метров. А высота теплицы в коньке 5 метров. Теплица получилась высокая, что неплохо. Топить, конечно, будет тяжеловато, но для цветов объем, конечно, очень важен. Ну все. Забыл сказать, что сегодня 2 декабря. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok